2 ноября Москву и Космодром Восточный связал телемост. Строительство космодрома фактически завершено. Начинаются автономные испытания. 12 автономные испытания, которые мы начинаем сейчас в полном объеме, они составляют от 40 до 120 дней. После этого, после того, как будут закончены автономные испытания и будут сданы в эксплуатацию основные объекты пускового минимума, мы приступим к комплексным испытаниям и в установленные сроки их завершим. Космодром готов практически. И сейчас, если обратить внимание специалистов, вот которые сегодня мы приступили к автономным испытаниям, средний возраст специалистов не превышает 27 лет. Хотя из них здесь уже и кандидаты наук, и конструктора первой категории. После пресс-конференции вице-премьер Дмитрий Рогозин наградил дипломами командиров студенческих отрядов, которые участвовали в строительстве космодрома. В Большом Магеллановом облаке нашли редкий тип двойной звезды. Расстояние между двумя центрами — 12 миллионов километров. Их сферы уже соприкоснулись. Ученые полагают, что в будущем звезды соединятся в одну огромную сверхзвезду массой в 265 солнечных. Или превратятся в две близко расположенные черные дыры с колоссальным гравитационным воздействием на окружающее пространство. Точность ГЛОНАСС к 2020 году будет 1 метр на пиксель. Это позволит успешно конкурировать с американской системой GPS. Сейчас 23 аппарата ГЛОНАСС работают на орбите и еще несколько проходят летные испытания. На комете Чурюмова-Герасименко найден молекулярный кислород. Ранее ученые отрицали наличие кислорода на кометах, считая, что он улетучивается. Транспортный корабль «Сигнус» запустят к МКС 3 декабря с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». Корабль получил имя «Дик Слейтон» в честь американского астронавта, участника исторического полета «Союз Аполлон». Туманность в созвездии Ориона, которая подсвечивается яркой звездой Ригель, называется «Ведьмина голова». До нее почти тысяча световых лет. Звезды кружатся в своем танце вокруг Северного полюса мира. Фотография сделана съемочной группой телестудии Роскосмоса на берегу Белого моря. Большая туманность в созвездии Кассиопея называется «Сердце». В ее центре рассеянное звездное скопление Мерлот-15. Некоторые звезды почти в 50 раз массивнее Солнца. Своим мощным излучением и ветрами они формируют живописные полевые столбы. Самая маленькая из известных науки звезд расположена в 3000 световых годах от нас. Огли ТР-122 — название двойной звездной системы, в которой находится звезда Карлик. Вращается она вокруг звезды, похожей на наше Солнце, совершая один оборот каждые 7 дней. Ее размер чуть превышает диаметр планеты Юпитер, а вот плотность Огли ТР-122 больше нашего Солнца в 50 раз. Массы Карликовой звезды едва хватает для того, чтобы в ее недрах могли протекать термоядерные реакции. Эта звезда была обнаружена в 2005 году. В Институте медико-биологических проблем завершается научный эксперимент «Луна-2015». Шесть девушек, научных сотрудников, совершили виртуальный облет Луны и возвращаются на Землю. Как себя чувствуешь? Отлично. Увеличиваем с плавностью. О малоизвестных фактах экспериментов по космической изоляции в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Субтитры создавал DimaTorzok